Пора уже переходить к этим этническим выставкам. Из-за разных совершенно стран мы собрали эти артефакты. Действует об элементе превращения в кожачьих. В руках туми, ритуальный нож в виде такого... Вот такие скитания, нежели общение с испанцами. Всем привет! Сегодня мы посещаем выставку сокровища индейцев. Входишь, перед тобой касса. И мы вот пришли к той теме, что пора уже переходить к этим этническим выставкам. То есть людям как-то рассказывать об истории. Очень интересная карта решит. Из-за разных совершенно стран мы собрали эти артефакты из государства от Канады до Чили. И они олицетворяют 3,5 тысячи лет истории американского континента в тех самых интереснейших моментах. Поскольку наша задача была скорее объединить все эти коренные народы, которые лишь формально называются индейцами. На самом деле у каждого из них было свое название. Так вот, объединить, а не представить всю историю, начиная от того момента, как они перешли через Берингию, через Берингов пролив на территорию американского континента. Это, наверное, невероятная, непосильная задача. А вот сгенерировать ваш интерес на основе тех предметов, которые у нас здесь. Это как раз то, что мы бы хотели сделать. Мы поделили все эти экспонаты на 5 частей. И у вас у всех в руках должны быть интерактивные открытки, которые мы дали вам, чтобы поработать на нашей выставке. Я сам представил вот это в такой форме, чтобы вам как-то механически ознакомиться со всеми теми цивилизациями. Ведь в далеком 2011, когда я начинал это готовить, то было невероятно сложно ориентироваться. Здесь у вас 5 разделов. Начиная с Мезоамерики, с того региона, который объединяет Центральную и Южную Мексику и Центральную Америку, мы опустимся с вами к Южной Америке, пройдем через сокровищницу Эльдорадо, потом мы снова вернемся наверх по карте, к мексиканским индейцам Муичолям, и мы их пустыне веребута, и поднимемся вверх индейцам великих равнян. На каждом из этих разделов у вас должен стоять штамп. Давайте мы сделаем первый, чтобы вы видели. Здесь у вас будет изображение бога Лалака. Посмотрите на него внимательно. Это божество дождя и грома у индейцев племени ацтеков, но также его уважали и другие очень развитые города индейцев племени майя. Вот-вот они у нас возвысились на территории Юкатана, у острова, словно говоря, это Южная Мексика и Центральная Америка. Именно с него мы и начнем знакомство с нашей выставкой. Здесь у нас прежде всего хотелось бы обратить внимание на письменность. Это высочайшее достижение майя, которое было у этого народа. Она была как пиктографичной, так она в принципе была и фонетической, то есть ее можно было читать. И расшифровывать информацию, расшифровывать элементы этой письменности нам помогал наш институт Без Америки имени Кнорозова. Эта институция, которая была создана Юрием Валентиновичем Кнорозовым, такой ученый у нас был, который расшифровал тайну письменности майя в середине 20-го столетия. Представляете себе, не выходя из кабинета, лишь по фотографиям Стелл и Вах он смог эту тайну письменности для нас оставить. Как вот выяснилось, эта Стелла была установлена в честь середины 20-летнего цикла. Такие периоды у них были, характеризующие 20-тичную систему счисления, которая была у 10 мая. Она соответствует количеству пальцев на руках и ногах. Центральная фигура этой Стеллы представляет из себя правителя города Коба. Причем в городе Коба, как и во многих других городах, был свой собственный правитель. То есть майя не были империи. Они были системой развитых городов, торговавших, взаимно обменивавшихся друг с другом своими культурными элементами и традициями. Его массивный головной упор венчается сверху, посмотрите внимательно, элементом растительного мира. Что это? Ну вот банан, так часто говорят, кстати, видите, скорее это именно кукуруза. Почата кукурузы находятся на вершине этого головного убора, и он показывает, что для них это было краеугольным камнем и культура. Фактически именно благодаря кукурузе они состоялись как цивилизация, и они видели себя не иначе как людьми, сделанными из маиса, из кукурузы. Дальше, если мы посмотрим ниже, увидим массив перья птицы Кицай, показывающих высочайший статус ее обладателя. И в тонк перьям этой птицы можно увидеть украшения, которые представляют из себя священный для майя камень жады. У майя было очень мало, золота практически не было. И даже сам покоритель ацтеков Ренан Кортес, известнейший как Кистадор, когда пришел на землю майя, но чуть огорчился, узнав, что у этих индейцев золото не в почете. Мы можем увидеть в подлиннике эти вещи, сделанные из жадоида, жаряда. Посмотрите, пожалуйста, на первую витрину. Трех тысяч лет назад они могли делать такие совершенные предметы, которые объединяют как человеческое лицо с антропоморфными чертами, так и трансформацию в тотемное животное. Они поклонялись ягуарам. Вот такая вот задранная вверх губа свидетельствует об элементе превращения в кошачьих. Подумайте о том, какие культуры вас сделывали они, какие растения были культивируемые. Много-много всего было. Ну давайте, придется поработать. Нужно как-то, чтобы я наладил диалог с вами. Помимо груза, да, абсолютно верно. Картошка. Картошка, абсолютно верно. Подсолнечники. Вот здесь у меня у нас даже изображены. Томаты имеют чисто ацетское происхождение это слово. Табак, какао. Ведь много культур. Смотрите внимательно. Все эти сосуды, они не использовались в обычной жизни. Их клали в захоронение, наполняя очень горьким напитком из какао-бобов, который так назывался шоколадным. Это отправляет нас к Красному Октябрю. Он, в принципе, не мог бы существовать как шоколадная фабрика, если бы не коренные жители Америки, от которых привезли, собственно, какао-бобов и шоколад. Справа нехарактерная для майя церемония, где воин в таком колобном уборе держит в руках каменное орудие. Он готов принести в жертву представителя проигравшего племени. Лишь богу войны требовались такие жертвы. Они достигли высочайших высот в керамике, расписывая ее на все лады, не только ритуальные, но даже и бытовые сцены у них есть, как майя, например, напивали своим пивом кульки, много разных сюжетов. Но они не познали гончарного круга. Они жили в таком инкубационном фактически месте, вот на этом американском континенте, который не испытал контактов ни с индийской, ни с китайской цивилизацией. Соответственно, у них не было и колеса, раз у них не было гончарного круга. Вот такие вот моменты важные. Я буду отмечать по ходу выставки. Вот майя унаследовали любовь к керамике и другие народы. В частности, вот халиска здесь представлена в виде музыканта, который держит в руках духовой инструмент. Духовые и ударные это была музыкальная традиция, так и адские, от которых мы еще с вами обязательно рейон. Смайя, которые угасли, потом возродились уже ацтеки ближе к 13 веку на территории центральной Мексики. И они постепенно начинают осознавать, что вот этот змей Кецаль-Куатль, он не просто змей, как элемент культа плодородия, который существовал с незапамятных времен. Змей действительно, он же съедает мышей и различных других вредителей урожая. Посему они видели, что он помогает им сохранять этот урожай. Но они добавляют к нему оперения. Перья птицы Кецаль, которые показывают высочайший статус этого змея, а также его контроль над небом. Фактически они делают его летающим змеем, как надземный, так и земной мир контролирующим. Рядом с ацтеками проживали другие народы. Вы можете увидеть погребальную урну культуры сапотеков. Сам Эрнан Кортес отмечал, что даже покорившиеся ему ацтеки уступали в своей воинственности народу сапотеков, потому что те отмечали себя просто отдельно от всех остальных. Вот такими вот орнаментами, посмотрите, вокруг глаз, такие растительные орнаменты. Они наносили их в виде шрамирования. Три шрама больших на нижней лубе также их отделяли от всех остальных, но роднили их с культурами в Мезоамерике массивные головные уборы, такие же, как и у правителя города Коба. В общем и целом, сапотеков ждала очень печальная судьба и их практически полностью уничтожили испанцы, потому что они не готовы были принять христианство совершенно. Их культура с вот такими вот языческими традициями, она не сохранилась. Не, переплавляли их испанцы гораздо более интересным образом. Как вы думаете? Они переплавляли их в цепи, вот как наши новые русские, наворачивая их на себя. Это было мобильно. Для того, чтобы можно было унести все это золото, писать себе, нужно ведь было еще и до джуглей дойти каким-то образом. Поэтому они их наносили себе именно в цепи, потом у них другие моменты были связаны с тем, что так было легко рассчитываться. Все эти совершенные предметы изначально переплавляли те самые мастера, которые их создавали. И вот здесь благородный воин бежит на защиту Тиночтетлана, своего родного города. У него в руках массивный головной гор, а защиты практически нет. То есть они были такими храбрыми, беззащитными людьми, беззащитными, нет, не носившими защиты людьми, царик беззащитными, действительно, которые готовы были пасть за свою родину. Но это, к сожалению, не привело к защите своей культуры. Эрнан Кортес, выдающийся в области дипломатии человек, по-изуитски хитрый, он сумел на противоречиях сыграть, сделать так, чтобы все индейцы, все коренные жители Америки поубивали друг друга. Из такой маленькой горской из трехсот испанцев он сумел многомиллионную цивилизацию поставить на колени. Здесь у нас прескатируемый первым веком до нашей, первым веком нашей эры. Он сделан из обсидиана. Это вулканическое стекло, невероятно сложное в обработке. И нас особо интересовало, чтобы это было не просто лезвие, которых было много, и они вставлялись в копья. А именно нож мы хотели добыть в наше собрание, чтобы он был с рукояткой, и он отправлял нас к тем необычайным традициям, когда людям пробивали грудину и вынимали у них сердце, предназначенное для богов. Причем эти традиции имели гораздо более прагматичное соображение, чем изначально это кажется, поскольку на территории американского континента не существовало таких убийственных болезней, как оспа и чума, и народу было немного больше, чем на территории Евразии, где эти болезни существовали. Так вот, обилие этого населения, оно при воспроизводстве урожая и сборе этого урожая приступало к его дележу. Вот кто этот урожай получил, он, собственно, этим урожаем и распоряжался. А те, кто этот урожай не получили, им все равно было помирать с голоду. Поэтому их принесли в жертву, они выступили с пользой по отношению к тем победителям, которые принесли их своим богам. Так мы постепенно покидаем раздел с Мезоамерикой и переходим к другому очагу цивилизации, к Америке Ангской. Я оставлю на ваше самостоятельное усмотрение некоторые наши интерактивные элементы. Здесь у нас представлен, можете увидеть, змея культуры Чавин. И в целом, давайте посмотрим, вот вся эта когорта сосудов имеют вот такие вот гиреобразные ручки. Дети их называют почему-то гирями. Это же просто гири. Ну, действительно. Их никогда не использовали в повседневной жизни, их клави захоронения, но они думали о том, как люди будут их брать в мире другом, в мире умерших. Поэтому вот ручки, созданные для того, чтобы было удобно ими пользоваться и справа, и слева, они предполагали продолжение жизни. Здесь у нас представлена Лакабеса Санриэнте, так называемая улыбающаяся голова. Мы даже не можем точно знать, мужчина это или женщина. Но нас больше здесь интересует сама эмоция, поскольку в основе поклонения богам, как правило, лежал первобытный страх, непонимание чего-то того, что создано в этом мире было, допустим, каких-то явлений природы и стихии. А здесь показана совершенно другая эмоция. Так вот, этот эмоциональный диапазон одновременно утверждает, что у них были и боги, связанные с радостью. Может, это было какое-то употребление коллекционогенных веществ, это не столь важно. Сам факт того, что у них презюмируется радостное как божество, это тоже очень и очень хорошо о многом говорит. Здесь можно увидеть так называемые портретные вазы культуры Мочика. Когда испанцы впервые разграбляли их захоронение, они удивились тому, что эти вазы в захоронениях уже несколько сотен лет до их прихода существовали, показывая культы. Прежде всего, здесь можно увидеть воина-лиса, он надел вот такую вот повязку в виде лиса. А также, в принципе, как выглядели их предки, какая была у них система отличий, в том числе в виде украшений на лице или каких-либо раскрасок. Продолжая тему с портретными вазами, можно увидеть галерею их и с этой стороны. Также я обращу ваше внимание отдельно на архитектурные вазы, которые будут вам встречаться. Вот здесь, в виде спирали, в самом древнем орнаменте, в принципе, который был на территории Южной Америки, показан подъем на определенную какую-то высоту. И здесь, на импровизированном храме, индейец Мочика принимает какое-то важное знание, какую-то мудрость от своих богов. Вот этот подъем на новый уровень знаний, он еще будет навстречаться в виде спирали. Из второго раздела я отдельно отмечу вазу культуры Чанкай. Точнее сказать, это погребальная урна, вождя этого племени. О племени Чанкай мы не знаем практически ничего. Даже это слово, этот агоним, их нашли, их захоронение нашли в 80 километрах от Лимы. И история утверждает, что они были полностью уничтожены инками. Но благодаря вот таким вот артефактам, которые, слава Богу, что они делали, мы можем что-то о них рассказать. Здесь представлен образ этого башля, прах которого был в этой вазе. И, соответственно, корона нам показывает его высочайший статус. Массивные серьги, которые они вставляли себе как тоннели в мочке ушей, тоже отделяют его от основной аудитории, от основной части его племени, показывая, что он имеет право на ношение таких сережек. А также знаки отличия татуировки. У себя в Екатеринбурге мы даже читали отдельную лекцию о силе индейской татуировки. Вы подумайте, для своего народа какое значение имеет эта татуировка? Вот это был паспорт. И я говорю, да, прям, а ведь действительно очень хорошее сходство. Дело в том, что понимание того, что они наносят на лицо эту татуировку, оно свидетельствует необходимость распознавать своего и чужого. Так вот, для своего народа фактически это был определенный концепт, в рамках которого, нанося эту татуировку, он больше никогда не мог ее смыть, и в соседнем племени его убьют за эту татуировку. Поэтому свое право на жизнь они реализовывали самым простым способом, объединяя себя вот такими вот признаками и борясь за свое существование до последней капли крови. Вот так вот происходил, в принципе, самый простой принцип того, кто имеет право на жизнь, а того, кто не имеет права на жизнь, уничтожали. Мяч для соответствующей игры. Игрок мяч у нас по центру. Этот мяч подготовлен был для нас мезоамериканской лигой футбола пилота. Она восстанавливает древние традиции этой игры. И, знаешь, он сделан таким, каким он был раньше. Он сделан из каучука, из сока дерева и бомеи. Как вы думаете, сколько он весит? Килограмм. Больше? Три. Ближе, ближе. Он весит два с половиной килограмма, и это как пять баскетбольных плечей. Ногами, конечно, сложно было бы играть. Вот вы можете его потрогать. Представьте себе. Действительно, довольно тяжело, да? Понимаешь, ногой сломаешь ноги. Да, это точно. Да. Поэтому играли они плечами, локтями или бедрами. Ну, в крайнем случае, если уж мозгов не жалко, то и головой. Он действительно функциональный, но вы можете увидеть, что он более чем мог использоваться для этой игры. Играли в командах по три-четыре, максимум пять человек. И задача состояла забросить мяч-кольцо, расположенное на высоте нескольких метров над землей. И победитель получал статус, звание победителя игры в мяч. Оно было наследуемым. Его дети именовались как сын игрока в мяч, а также необычайное право познакомиться с богами. Вот этих победителей приносили в жертву. А проигравших как неудачников, их оставляли жить. Моменты, связанные с пониманием величия этого человека и права, которое ему дано, они присутствовали не только у майя изобретателей этой игры, но и у ацтеков и у многих других народов. Особенный наш артефакт – это ваза культуры Наска. Посмотрите внимательно на могучего бога-декапитатора. Его двуглавое изображение, где одно лицо такое трубное, второе – это индейский краснокожий, из которого выходит веревка, опоясывающая весь сосуд. Тут и на ней, на этой веревке нанизано несколько десятков отрубленных голов, что отправляет нас к очень важной, демонстративной традиции ношения на поясе своих трофеев. Эти отрубленные головы было бы очень тяжело носить, даже несколько штук, поэтому вынимали из них череп, вываривали и потом сушивали так, что они становились очень маленькими и удобными и портативными. Потом ее можно было навязать на пояс, что показывало, в принципе, твое право принимать участие в важных решениях племени. Это как обряд инициации, словно говоря, показывающий, что ты мужик. Они не были передаваемыми, наследуемыми этими вещами. Такой трофей можно было заслужить самому. Мы переходим постепенно в самый важный наш раздел Эрдорадо, где сосредоточено несколько десятков золотых и серебряных изделий, артефактов и украшений, повествующих различных народов Южной и Центральной Америки. Здесь у нас представлен диск «Золотой культуры Чиму», где показан бог Аиапаэ. Вот он как супергерой, как Брюс Уиллис в Армагеддоне или Шварценеггер в этом фильме про Терминатора. Он спасает человечество. У него в руках туми, ритуальный нож в виде такого сикача, которым он отрубил колон богу подземного мира. За что он отрубил? А дело в том, что бог подземного мира ночью пытался украсть у людей солнце. И отрубая ему голову, он освобождал это солнце, которое восходило вновь на Востоке. Так вот, этот момент запечатлен навсегда в форме этого диска. Это называется на солярной, солнечной форме этого диска. Здесь у нас представлен единственный сет набор из нескольких предметов, найденных в одном захоронении пектора из серебра, показывающая поклонение Луне и ее виск варенью серебру. Здесь можно увидеть интереснейший сюжет, в котором вождь более удачливый, вокруг которого сошлись, значит, и солнце, и луна. Он пленил менее удачливого вождя, у которого нет ни одежды, а руки связаны, поскольку он пленник. И, соответственно, его дружина конвоирует этого человека, вероятнее всего, на то, чтобы принести его в жертву. Рядом расположены его трофеи, украшения для предплечья, истережки. Не парни. На одних из них кошачьи, а на других две головы птиц. Здесь у нас предметы, найденные на территории современной Колумбии. Обнаженная мужская фигура племени муисков отправляет нас к названию нашей выставки. Что такое Эль-Лорадо? Как вы думаете? Ну, я понимаю, что магазин, наверное, знают все, но ведь есть же какое-то родоначалье у этого слова. Как сказочная страна. Да, 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 абсолютно верно. Вот та страна, в которой действительно в представлении конкистадора была куча золота. На самом деле, испанцы, когда впервые пришли на берега озера Гуатавит, они увидели муисков. Те возводили на царствование нового вождя. И старые жрецы обмазывали этого молодого парня жирной землей и глиной, а потом они осыпали его золотым песком. Вот этот момент, когда они его осыпали золотым песком, золото прилипало, создавая образ сверкающего человека. Испанцы назвали Эль-Лорадо, что обозначает золотой человек. Дань богам, от которых он хотел получить самое главное воду, как тот ресурс, который необходим был для урожая. Вот этот предмет, равно как и 40 тысяч других предметов, был поднят со дна озера Гуатавито, что показывает реальность легенд. И, равно как и Шлиман нашел свое определенное сокровище, так и у этих определенных исторических моментов родились какие-то реальные предпосылки. В центре показана фигура большинства и одеянцев племени Кимбайя, с вот таким вот фаллическим символом, показывающим мужскую власть, и одновременно шрамированием, форму которого легко отличить, например, от того, которое мы проходили у Сапотека. Вообще-то это было по пору. Общая категория всех сосудов, используемых для приема галлюциногенов, но литье не удалось. Техники литья, техники изготовления изделий из золота было, как правило, две, можно сказать, три. Это литье, это чеканка и вот филигрань. То есть здесь вот мы увидели литье, которое, в принципе, уже тогда не было приспособлено для того, чтобы исполнять свою основную функцию. Здесь у нас представлено две пары сережек-тоннелей с совершенно разными сюжетами. Вот они в мочке ушей себе их вставляли. Одно из них 63 мм, другое 58 мм. Это довольно сложная была процедура, но она хорошо показывала, наглядно показывала статус человека. Здесь у нас в серебре представлен сюжет, где паук съел маленькую птицу-калибри. Ну, действительно, паук птица ел, это все логично, но среди его четырех порлак есть одна, на которой есть человеческие ладони. Это отправляет нас к человеку-пауку. Нет, не тому, да. Не Питеру Паркеру, а к человеку-пауку, а именно к настоящему культу паука, который был на территории археологического городища Сипан. На вершинах храмов этого городища есть росписи, где жрецы, обряженные пауков, они подходят и ритуально поедают, обвязанных сотнями веревок пленников, воздавая им таким образом дань. Вот этот момент уважения своего тотемного животного, который, во-первых, паук, это и тканьщик. Во-вторых, он дал людям понятие о сети, как устройстве для ловли оленей. В-третьих, он эту сеть фактически представил, как систему государственного устройства, где паук сидит в центре и ждет свою добычу. А вокруг концентрическими кругами расходятся все те, кто должны давать пауку или вождю дань. Справа нас больше всего заинтересует техника изделия. Серебряная аппликация сделана в центре в виде кассика. Вождя, у которого справа и слева расположены тары, в самом массивном головном уборе. Эта серебряная аппликация впаяна в основу, сделанную из золота. И техника пайки – это еще одна необычайная техника изготовления ювелирных изделий, которые они овладели. Причем это невероятно сложно себе представить. Ладно, предположим, сплавить металлы. А плавили они серебром, золотом, платину и медь для того, чтобы достигнуть чего? Чего они хотели в этом ювелирном искусстве? Чего не понял кортес, когда он к ним пришел? Когда он к ним пришел и увидел это золото, максимум, маленький максимум, что он понял, что ему обратно уже не надо. Потому что здесь такая куча золота, и нужно обязательно здесь задержаться, в этом замечательном месте. Что видели индейцы в золоте? Действительно, они видели божественный цвет солнца. И равно как у наших северных народов, у чукачей, 40 оттенков снега, подумайте, только 40 оттенков снега, представляете, все, ну, белые, ну, там, что не так, пошло желтой массой. А ведь 40 оттенков нужно набрать. Также и у народов, которые проживали на территории Адзии, на горе было до 40 оттенков солнца. Мы даже хотели выставку назвать так, 40 оттенков золота. Но потом поняли, что у людей почему-то это ассоциируется с 50 оттенками серого, что мне уже показалось грустным. Ведь это, ведь это, ну, шикарное понятие. Представляете себе, они надевали эти изделия тогда, когда они соответствовали оттенку солнца. И вот такая вот тема, она присутствовала у всех народов. У них не было письменности, но в трех пиктограммах они изложили всю суть его жизни. Посмотрите внимательно, с этой стороны именно, как Найлан на четвереньках еще ползет за своим тотемным животным, он как ребенок. Потом он уже как старик, лицом к лицу с этим ягуаром общается и опирается на палку, передает ему свою мудрость. Дальше он хомер. Но при этом три поколения ягуаров продолжают хранить его мудрость, как будто бы они сами представляют из себя частичку Найлан. И повод, соответственно, для того, чтобы им поклоняться. Здесь у нас представлены элементы, отправляющие к шаманским культам. Племя Дориет и шаман этого племени с двумя детенышами, котятами ягуара, у которых, вот у него в руках, видите, да? У которых спираливинные орнаменты на передних и даже на задних лапах можно увидеть. Они дублируются в головном уборе этого человека, показывая тотемную связь с этим животным. Она осуществляется за счет двух галлюциногенных грибов, расположенных по центру. Но это были катализаторы, то есть они помогали проникнуть в другое сознание, для того, чтобы можно было со своим тотемным животным пообщаться. Рядом расположена подвеска в виде птицы. Ну, действительно, вроде бы птица. Клюв, крылья, хвост, все как надо, да? При этом, при всем, птица в таком количестве золота далеко-то не взлетит. Вот этот головной ворф, серьги, ожерелье, пояс, все это выдает человека в образе птицы. И носили этот артефакт как подвеску на шее и свидетельство веры в то, что шаман может впадать в мистическое состояние левитации. Вообще, отправляясь от вот этих всех магических вещей, какую роль шаман играл в жизни премии? Это я могу вам точно сказать, но я хотел, чтобы вы тоже как-то подумали. Представляете, наша задача состоит в том, чтобы, что еще раз? Ну, связь с Богом, он будет. А мы отходим более прагматично как-то. Направлял действия, выборы, делал за... Вот, абсолютно верно. Вот вы прям, я хотя уже две недели здесь, считай, экскурсии, вы прям точно сказали. Задача шамана состояла в том, чтобы принять правильное решение вне зависимости от того, скажут ему боги, или не могут они ему какие-то вещи подсказать. Так вот, этот момент, он характеризует, собственно, авторитетность этого человека вне зависимости от его сверхъестественных способностей, в которые каждый из вас может верить в меру своего желания. И вот, что бы я хотел сказать, что шаман удачливый, он приносит своему племени, соответственно, благо. А шаман, который принимает неправильное решение, такого шамана убивали, и на его место восходил другой шаман. Нам доподлинно известно, что были битвы шаманов. Это сложная категория, она не сходит совершенно с битвами экстрасенсов или с чем-то еще, потому что это были серьезные вещи. Но деталей мы, к сожалению, не можем рассказать, потому что нужно было родиться, наверное, коренным жителям в Америке, чтобы более серьезно понимать нюансы магии. Вот эти как раз, о которых вы говорите, это все-таки существовало, и вправду. Но я стараюсь в рамках своей экскурсии рассказывать, на мой взгляд, не менее важные и божественные вещи, когда один человек принимает решение о судьбе своего народа. Да не менее божественно, вне зависимости от того, с кем он там контактировал и под чем он там контактировал. Здесь можно увидеть золотые украшения культуры Мачика. Посмотрите внимательно. Это единственный предмет. Вот это вот спиралевидная, вот такая вот стреловидная змея, которую мы точно знаем, что это был женский предмет. Он принадлежал супруге вождя Мачика, и он показывает гармонию этого мира. Вот эта змея представляет из себя землю, а птицы, 4 тупика на ней сидящие, показывают небо. Объединение земли и неба в одном изделии очень хорошо представление индейцев Мачика о мире передает. А справа показаны сережки этой же культуры, единственный предмет с инкрустацией из бирюзы. Когда их надевали, вот эти маленькие золотые диски, они развивались, трепыхались, улавливая солнечный свет. Этот блеск был свидетельством существования сверхъестественной силы солнца. Это то, чего не мог понять Кортес. Когда индейцы поняли, просекли, что у него совершенно другая вера, они спрашивают, а зачем тебе нужно наше золото? Ты же не поклоняешься солнцу. А Кортес уже по-язвитски понимал все четко. А как ответить им? Он все уже просто вот в рамках их жизни, он понял, что нужна метафоричность. В рамках этой метафоричности он им сказал, вы поймите, у меня есть такая болезнь сердца, которую может вылечить только золото, поэтому несите мне этого золота побольше. Вот так он свою жадность действительно красиво по-американски обсказал. Представляете, все 2000 тонн золота они выкачали с американского континента. Два брата-акробата, вот таких Арнан Кортес и его троюродный брат Франциско Писсара, поколивший ангские цивилизации, выкачали 2000 тонн золота. Где оно? Куда оно делось, это золото? Почему оно не обогатило Испанию? Почему оно сейчас не в таком авангарде европейской цивилизации? Но при всем при том, вы говорите, что золота не было. При всем при том, вы говорите, золота было мало. У остальных было нормально, да? У остальных было очень много золота. Нужно отличать, вот меня всегда умиляют те, кто хотят увидеть золото майя, я и сам бы хотел его увидеть, но его нет. Они действительно почитали камень Жадейд, а золото у них было в невероятном количестве. Это много, 2000 тонн золота. Даже хранятся данные в Эскариале о том, это королевская библиотека, испанская, что конкистадоры, привозя некоторые вещи непереплавленными, например, огромный трехметровый в диаметре золотой диск от стеков, показывающий их календарь, они умоляли короля не плавить его. Потому что это никакой испанец создать не мог. Это действительно произведение искусства величайшее. Ну, королю было на это вообще наплевать. Он занимался тем, чтобы свой европейский театр развивать. Ему нужно было укреплять то государство, которого еще не существовало. Фактически момент завоевания Нового Света совпал с моментом появления государственности у испанцев. Тогда эти два брата, Эрнан Кортес и Франциско Писаро, назывались не иначе, как доблестные братья из Астремадуры. Не было такого понятия еще, как Испания. Они формировались вокруг стилия Арагона. И вот эти два доблестных христианина из Астремадуры поколили великие империи. В том числе и империю инков. Здесь вы можете увидеть предметы из серебра, которые относятся к этой цивилизации инки. Они, чтобы вы представляли себе, они создали цивилизацию больше, чем майя и ацтеки, вместе взятые как по территории, так и по численности населения. Слева у нас представлена ложечка, это использующаяся для приема коки. Они смешивали известь, сок лайма и листья коки. На ней, на верше этой ложки, показывает инку, который зажал между ног бальзом. Лодку из тростника Тотора, эндемика, произрастающего на их родине, в верховьях озера Титикака. Они именно там проживали очень долгое время. Занимались либо рыбной ловлей, либо грабили соседние какие-то племена. Или же потом они сошли с гор и отвоевали себе территорию от Колумбии, аж до Чили. Невероятно огромные земли. Есть подтекст вот такой вот, он тоже ритуальный одновременно. Представляете себе инку плывущего, как будто бы он употребил что-то, и он плывет в этом сознании, уплывает в другое измерение. Это роднит их с работами деятельности с северо-западного побережья Канады. Я потом обращу ваше внимание. Слева показано Керо. Это общая категория всех сосудов для питья. Церемониальные Керо изготавливались из серебра и из золота, и они предназначались для различных ритуалов, в том числе и для ритуалов обмена. Не было у них, как вы сами понимаете, денег. Поэтому они вот такие кубки изготавливали в парах одинакового размера, чтобы выказать равное уважение друг к другу, и наполняя их чичи, они пили и пытались договориться. Вот такие элементы доиспанской культуры, согласно свидетельствам, найденным в Эскариале, они подлежали тотальному уничтожению, как противодействующей испанизации населения коренного для Америки. Здесь можно увидеть самое старое изделие из золота, которое у нас только представлено, в том числе носовое украшение культуры чавина. Там массивный золотой диск, это 80 граммов золота. Показывает, можете увидеть хорошо, как оно надевалось. Надевалось оно при помощи верхней вот этой перемычки и цеплялось за нижнюю частью носа. Двуглавый ягуар, удал. Дело в том, что ничего человеческого к животному миру не было чуждо. И вот этот двуглавый ягуар, представляясь шамана от животных, так же, как были шаманы и у людей, были и у них тоже шаманы. Фразы более мудрые. И обладатель данного артефакта, он рассчитывал, что этот шаман подскажет, как ему нужно будет правильно поступать. Слева серьги с орнаментом, в виде двух пар змей на каждой сережке. Они выполнены из чистого золота, но так же, как и диск от степпер, покрыты киноварию минеральных пигментов, сохранившихся практически за 2000 лет. Объединяющие элементы их орнаменталистики, вероятнее всего, они подчеркивают горный рельеф. И одновременно они показывают головы попугаев, объединяют как будто бы место их проживания с теми существами, которые вместе этого проживания были. А справа совершенно не детский предмет, это маска антропоморфной культуры латолита. Она была использована шаманом как элемент противостояния. Это могло быть противостояние как духовное, то есть противостояние с злым духом, вот такая агрессивная эмоция оберегала его, так и противостояние физическое, то есть это действительно элемент, который использовался в битве шаманов. Подвеска культуры у раба в виде ракообразного шамана показывает элемент поклонения раку как существу, которое, возможно, знает, где находится вода. Именно вода была самым важным ресурсом у земледельческих цивилизаций. Сам человек надел головной убор птицы, и так замыкается вот этот круг, где подземное существо, подводное существо, ракообразное. Земное существо – это человек, здесь есть человеческое лицо, и надземное – это птица. Опять же, у нас гармония этого мира полностью показана в такой вот стреловидной диаметре артефакта культуры у раба. Так мы постепенно покидаем раздел с золотом. Здесь я вам постарался все артефакты подробнейшим образом рассказать, потому что я бы хотел, чтобы у вас наиболее четкое представление сложилось именно о них. Дальше чуть-чуть более оптимизированно мы пойдем. Посмотрите внимательно на работу индейцев племени Уичоль. Это племя отказалось от любых контактов с испанцами, и вплоть до 21-го столетия оно сохраняет свою культуру, проживая в Сьерра-Мадре. У нас было несколько экспедиций к ним, они живут в невыносимых условиях. И лишь благодаря шаману и вождю этого племени Хосе Бенитосу Санчесу вы можете увидеть такие шерстяные картины. Подойдите, пожалуйста, сюда. Мы посмотрим на центральные работы, которые относятся к руке именно самого Хосе Бенитоса Санчеса. Вот и пять этих работ здесь представлены. И это не классическая техника. Шерстяные картины, по сути, это шерсть, шерстяная нить, которая прикрепляется на деревянную основу при помощи пчелиного воска. Это все, что у них было. Ничего другого у них не было. Но благодаря этим нитям фактически перед нами вырастают мировоззрения целого народа. Здесь показан невероятный праздник, исход к пустыню Верикута, возвращение к своим корням из места, из которого они ушли пять веков назад, предпочтя. Здесь они в кромешной ночи разжигают костры и бьют барабаны, от которых заряжаются шаманские посохи, муевые, двумя орлиными перьями. Они устраивали сеансы общения с предками, наполняющими небосвод. Помогал им в этом магический кактус пиоды. Именно благодаря нему они могли видеть такие яркие картины, такие яркие цвета даже в кромешной ночи. Его вот такой вот огненный шлейф, он же здесь представлен, когда индеец племени Луичулю потребил его и превратился в первопредка. Они видели оленя своим первопредком. Если вы посмотрите направо, то увидите одну из центральных работ, где этот олень выступает им в пище. Он пожертвовал своим телом ради этого народа, и поэтому они его почитали. Рядом с круглым полотном можно увидеть произведение, которое называется «Как произошли девушки». И здесь Хосе Бенит и Санчес описывают очень важную легенду, где первая богиня, Ватакаля, дала индейцу Луичулю желтое зерно, но тот не знал, что с ним делать. Он обратился коленем за помощью, и те посоветовали ему холить и лелеять это зерно. Вот он так неистово исполнил их просьбу, что из этого зерна впервые родилась девушка. Такой вот момент, показывающий, на самом деле, очень интересное, субъективное представление о мире. Оно, может быть, даже более человечно, чем любые другие объективные взгляды. Мы еще обязательно остановимся на этом моменте. Здесь показан круг из усинец, которые еще не превратились в бабочек, но они имеют такую возможность, данную им природой. Равно как и шаман обладает магией превратиться в одно из своих тотемных животных, в оленя, в койота, которые пока что еще бегают на свободе. А здесь у нас представлена церемония инициации вождя, обряд инициации, где Хосе Венитес Санчо, сам автор этой техники, в образе оленя, от рук дедушки огня вот с таким вот огненным хайром получает шаманский посох Муи Вери. Обряд инициации закончен, и он стал полноправным шаманом своего племени. Тотем, который вырубил для нас из полутонны красного кедра божь Багиуд Мельхан. Когда он в 2015 году, когда мы с ним познакомились, он спрашивал, а зачем вам нужен мой тотем? Я ему объяснил идею о том, что мы хотели бы представить индейцев как одно большое братство. Идея его заинтересовала, и он за полгода вырубил такой вот тотем, где показана, как икона, его предки. Его предком был медведь, что показывает, что они вышли из леса, там же, где и жил медведь. В руках он держит лосося, в принципе, это краевой горький камень всей их питательной системы, индейцев северо-западного побережья Канады. Потом они перешли жить на равнины, и вот этот орел очень хорошо это демонстрирует. В орле как будто бы сидит предок вот этот индейец и чоль индейского геуты, он будто бы надел маску этого орла. И обратите внимание, что идея маски, она сопутствует всем коренным жителям северо-западного побережья Канады. Они считают, что животное, любое, содержит человеческую душу и умирает. Соответственно, она освобождается, она может переродиться в их сына или дочь. Вплоть до 70-х годов 20-го века канадское правительство запрещало вырезать из дерева тотем и другие религиозные культовые изделия. Они планировали ассимилировать индейцев, но это не совсем получилось. Вы можете посмотреть на стены справа и слева. Здесь у нас расположены работы, имеющие характер такой гербовый, как будто бы это герб конкретных родов, а также стилистика у них особая у всех. Она татуировочная. Именно в форме татуировок они сохраняли свои основные культурные парадигмы, элементы, скрывая под одеждой свою действую сущность. Асс моря его защищает морской змей Сесиут. Необычная фигура этого мифического змея подводного, она очень часто была орнаментом для канои, лодок, выдолбленных из красного кедра, на которых они отправлялись на рыбную ловлю в океан. И вот задумайтесь только на секунду, когда ты отправляешься в океан, у тебя настигает шторм. Я думаю, что самый Вайзовский бы, наверное, офигел от этой картины и представить себе, что твоя лодка это не просто кусок дерева, а это действительно Бог, который тебя либо вынесет, как вот этот Сесиуты, из этого шторма, либо он не вынесет. На мой взгляд, это действительно самое, что ни на есть человеческое, потому что с объективной точки зрения, наличие или отсутствие этого человека в этом мире, оно не играет абсолютно никакой роли. Мир не упадет от этого, но с субъективной точки зрения, как для самого этого человека, эта лодка, представляющая Сесиуты, играет высокую ценность, так и для его народа, который без этого, без этой добытой рыбы может быть улет. Всем спасибо большое за внимание. Благодарю. Давайте я вам помогу еще сделать выписки Ваза Майя, чтобы у вас... Мне этот сюжет понравился, это вообще-то ваза в подлиннике хранится в лакмоле. У нас есть и подлинная Ваза Майя, но здесь сюжет интересный. Он реально интересный. Пожалуйста. Пожалуйста.